здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну вот а сейчас я хочу вернуться кто и ноте которую вкладывался я нота номер один и нота номер три и сейчас я хочу после предыдущего видео показать о предыстории тех акций которые входят в ноту и здесь условия немножечко другие потому что посмотрите мы покупаем ноту уже на других условиях 20 процентов годовых ежемесячные наблюдения купонный барьер 15 процентов ну то есть 85 процентов вот первоначальной стоимости то есть упасть может на 15 процентов и защитный барьер тоже 85 процентов от первоначальной стоимости барьер отзыва 100 процентов как мы помним с этой нотой как в предыдущем видео вы ведь наблюдали что лучше покупать ноту когда все акции находятся где-то там на локальном минимуме и давайте посмотрим что с теми акциями которые входят в ноту номер один посмотрите вот нота номер один как вела себя но предыдущие вот здесь вот скажем ну почти год наверное да вот посмотрите вот здесь все четыре акции самый верхний график это нлмк нлмк в предыдущие полгода он падал у нлмк очень хорошие перспективы в автомобильной промышленности сейчас идет массовый переход на электромобили в мире и потребление никеля в электромобилях там по-моему в четыре раза больше чем в обычных автомобилях и опять же идет спрос на экологичность экологичные автомобили своих катализаторах используют ну там сплав палладия есть поэтому это и другое спрос на это растет есть дефицит этих металлов поэтому есть почему я выбираю нлмк потому что есть в общем сказать большая вероятность того что акции начнут расти перестанут падать вторая компания которая вот здесь вот все время опускалась эта компания алроса алмазы россии почему она опускалась потому что ну спрос на алмазы он немножечко снизился но все это стабилизировалась я думаю что я надеюсь что на акции алросы перестанут падать не будут уже падать так сильно и ну мне кажется хорошая точка для входа вот следующая компания которая наоборот вот давайте посмотрим это вот черненький график это мосбиржа посмотрите она очень очень долго вот она упала да и очень очень долго мотылялась на одном месте вот почти год и только сейчас она начала расти мосбирже почему она начала расти да потому что ставки снижаются и количество физических лиц которые открывают брокерские счета в этом году увеличилась там просто вот массово люди идут и открывают брокерские счета почему они открывают брокерские счета ну во-первых ставки по депозитам снижаются и куда им деваться акции приносят больше прибыли ну а во вторых эти люди смотрят канал демиткова юрия и массово идут открывать брокерские счета понимаете это шутка да ладно все посмеялись и хватит вот но мосбиржа реально растет потому что реально растут счета потому что сейчас идет массовая реклама и тиньков и сбербанк и втб и альфа банк все давай 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 в инвестиции вот почему ну и демитков юрий тоже и самая нижняя график это акции сбербанка они росли и вот это самая проблемная акция которая в этой ноте есть это акции сбербанка то есть если но я думаю я думаю что акции сбербанка будут достаточно какой-то долгий период худшими то есть она будет достаточно долго не закрываться то есть она не превысит порог но первоначальной цены вот а что будет потом я не знаю вот я надеюсь что они не упадут в течение года больше чем на 15 процентов но вот я повторяю риск есть вот теперь давайте посмотрим на ну то есть вот я оцениваю что риск конечно есть но мне кажется они достаточно привлекательны давайте посмотрим здесь но то та же самая только чуть позже я в нее вошел то есть другая дата вхождения и здесь уже две акции ниже чем порог отзыва здесь только одна давайте посмотрим вот на эту ноту нота номер три вот какая предыстория у нее так ну вот за год северсталь смотрите вот северсталь у нас достаточно серьезно падала она падала с июля месяца в связи с падением как раз цен на стали литейную промышленность на насталь вот потом она подрастала потом снова упала в общем северсталь находится сейчас на очень привлекательных уровнях на мой взгляд и здесь нам ничего не грозит вторая акция которая есть здесь это акция яндекса мы помним что акции яндекса росли 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 яндекс там все хорошо яндекса и тут депутат наш горелкин выпендривается и вот акции яндекса падают вот но через какое-то время они возрастают и в общем то сейчас с яндексом ну я думаю что яндексу глобального падения не грозит но и глобальный рост ему тоже не грозит потому что он свое уже отрос вот и я думаю я думаю что вот у ну со стороны яндекса ничего не угрожает то есть больше чем на 15 процентов он вряд ли упадет и я думаю что будут периоды когда он будет вы выше чем период отзыва то есть я не ожидаю проблем от яндекса и от север стали теперь смотрим дальше какие акции рос нефть и лукойл ну лукойл как раз в предыдущее время постоянно рос честно говоря тоже не жду от него больших сюрпризов неприятностей не жду и последняя акция роснефть от роснефти я в принципе могу ожидать чего угодно потому что роснефть и это очень-очень компания которая зависит очень здорово от политики от санкций но с это с одной стороны а с другой стороны мне кажется почему-то что санкции уже в общем-то всем надоели и в европе и всюду и сейчас постепенно уже с путиным начинают встречаться и я думаю что акции усилия санкции усиливаться не будут я надеюсь что это но то так же как и но то номер один будет закрыта досрочно по автоколу вот так то есть будет получена прибыль хорошая прибыль здесь 20 процентов годовых и поэтому я как раз и вкладываюсь в эти ноты я просто вкладываюсь в них на иисах на иисе жены вот эта нота уже открыта на 150 тысяч вот эти у меня на обычном счете вот эта нота открыта на обычном а вот это уже на иисе у меня открыта и я говорил что я еще хочу три таких варианта взять они будут с разными датами мы уже видим что от дата зависит и вы знаете очень сильно зависит я считаю от количества периодов наблюдения в данном случае вот мне очень нравится что периода наблюдения раз в месяц обычно они бывают раз в квартал но или раз в полгода вот и вы видели в предыдущем видео что раз полгода это не очень хорошо а вот раз в месяц здесь вероятность досрочного отзыва но очень высока то есть будет получена прибыль 20 процентов годовых за какой-то срок скорее всего и и и все будет хорошо вот я повторяю что я в это верю но я вам показал что риски существуют вот и поэтому надо внимательно смотреть надо внимательно во первых при выборе выборе ноты надо внимательно смотреть какие компания и входят в эту ноту какие условия на по ноте количество периодов наблюдения то есть оно должно быть мне кажется максимальным срок действия ноты ну чем больше тем лучше потому что акции со временем должны расти но и больше вероятность того что она будет отозвана досрочно вот ну конечно доходности не на последнем месте но должна стоять не на первом месте но должны стоять три барьеры отзыва барьер отзыва который сверху купонный барьер который снизу и защитный барьер который действует если но то дожила до своего окончания срока действия то есть он действует один раз защитный барьер но очень очень больно бьет вот поэтому я эти ноты и буду открывать для себя а вам я советую ну подумать по крайней мере взвесить все за и против и подумать куда вкладывать вы можете вкладывать в акции тех же самых компаний но почему я вкладываю ноты потому что я не жду роста этих акций на 20 процентов за год но не жду я потому что рост но я думаю что будет незначительный в следующем году потому что но в мире ожидается но если не кризис то боковой тренд я уже говорил об этом поэтому поэтому ноты я открываю сейчас ноты я не жду большого роста по акциям если вы боитесь риска страшно боитесь то для вас есть конечно же структурный продукт защиты и капитала пожалуйста вот на золото мне кажется оптимальный он у меня есть золото уже выросла я уже в прибыли и там все хорошо я об этом рассказывал еще наверное расскажу и более того структурный продукт защиты и капитала его очень нетрудно сконструировать самостоятельно то есть вы покупаете скажем практически все свои деньги вкладываете просто в облигации федерального займа и какую-то небольшую часть вкладываете куда в опцион на базовый проскать базовый актив но это может быть опцион на что угодно скажем если вы думаете что доллар подорожает пожалуйста вы покупаете офезе на 80 процентов всех своих денег и 10 процентов денег вы вкладываете скажем но в полугода искать но на тот опцион срок экспирации которого будет истечет через полгода это будет должен быть опцион кол все то есть если ваш базовый актив растет то есть если доллар к рублю вырос вы получаете что прибыль от этого роста потому что опцион будет исполнен если доллар не вырос к рублю это ваш опцион сгорит в ноль понимаете но зато у вас все сохранится потому что у вас есть у фазе вот вы можете совершенно спокойно сконструировать такой продукт а как купить ну как купить офезе это легко вот а как купить опцион что это такое как его выбрать как там не пролететь это очень очень важно но как минимум друзья мои надо начинать естественно с биржи для чайников ничего тут не поделаешь если вы хотите надежно получать деньги если вы хотите избежать рисков учитесь учитесь не делать ошибок которые я в свое время наделал я именно на этом всегда акцентирую спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале на следующей неделе нас ожидает до субботу воскресенье я буду на private money форуме я буду оттуда вести репортажи возможно удастся с кем-то поговорить из хедлайнеров вот и на следующей неделе нас ожидает просто огромное количество очень интересных экономических новостей потому что там будет и опек плюс и встречи путина с кем-то там будут и что-то еще масса всего будет интересного будет очень серьезно я ожидаю волнение на рынке и там уже свои стратегии а на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий